Давайте откроем Третье Царство И послал Хирам Царктирский слух своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в цари на место отца, ибо Харам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хараму, сказал, ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дома имени Господа, Бога своего, по причине войны с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопой ноги, ныне же Господь Бог даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более перепон, и вот я намерен построить дом имени Господа, Бога моего. Как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моего. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с ливаном, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, которых ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить деревья, так как седоняне. Когда услышал хирам слова Соломона, очень обрадовался. И сказал благословен ныне Господь, который дал Давиду сына мудрого для управления этим многочисленным народом. И послал хирам к Соломону сказать, я выслушал то, что, зачем ты послал меня ко мне, и исполню все желание твое о деревьях кедровых и деревьях кипарисов. Рабы мои свезут их с ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь. Но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома. И давал хирам Соломону деревья кедровые, деревья кипарисовые, вполне по его желанию. А Соломон давал хираму 20 тысяч коробов пшеницы для продовольствия дома. И 20 коробов оливкового, выбранного мяса. Столько давал Соломон хираму каждый год. Знаете, мне нравится, Соломон был мудрый. Его мудрость заключалась в том, что не всегда надо воевать. Не всегда надо воевать, можно и торговать. И хирам, он человек, который думал, что на уме у Соломона. Он может прийти и забрать эти деревья, и все, что угодно. Давид так делал. Если ему что-то хотелось, он приходил и брал. Он воин был. И он забирал то, что принадлежало Богу. Ну, вообще, все же на земле Божье, да? И здесь вот мудрость Соломона, что он начинает торговать, начинает налаживать отношения. Я вам хочу говорить сегодня о том, что не всегда нужно воевать с теми, которые воевали с тобой. Они умеют что-то, они знают что-то. Нам часто бывает такое, что есть противники, которые были противниками, которые воевали с нами, которые делали ненужные вещи нам. И если нам что-то даже нужно, мы можем налаживать отношения. Вы знаете, очень важно, когда есть правильно наложенные отношения, когда человек восполняет твои недостатки, а ты восполняешь его. Но когда человек пользуется тобой постоянно, то это неналаживание отношений. Вы знаете, чаще происходят другие отношения в таких ситуациях. В таких ситуациях происходит тот, который страдает больше, правда? Поэтому они заключали договора. Есть негласный договор между мужем и женой взаимоотношений. Ты выносишь мусор, я готовлю кушать. Ты убираешь в квартире, я делаю то-то. Негласное соглашение. И если кто-то перестает делать что-то, исполнять что-то, тогда что происходит? Тот человек, который делает и исполняет, он начинает унывать. Приходит уныние. Вы знаете, интересно, есть люди, которые пытаются что-то делать, но они не исполняют своих обязанностей. И от них требуют, чтобы они исполняли своих обязанностей. Вы помните, о судье требовалось, чтобы он исполнил обязанностей. Рассудил. Я читал это с самого начала. Рассудил вдову. Защитил от соперника. По милости поступить и по справедливости. Но он не хотел этого делать. Он не хотел поступать справедливо. Но она докучала ему. И она делала многие вещи, которые мешали ему в жизни. И вы знаете, бывают в нашей жизни и начинают что-то мешать, когда мы не исполняем. И вы знаете, я скажу так, что депрессия, которую могут испытывать люди, они испытывают из-за того, что они не выполняют своих обязанностей. Своих функциональных обязанностей. В церкви, в служении или в том или ином деле. Вы знаете, мы не знаем, что ожидать. У нас не заключен договор. Или же заключен, но я не выполняю его. Есть проблема, некая проблема. Что для этого нужно? Вы знаете, самое интересное, Бог требует от нас, когда мы приходим, простых и банальных вещей. Верь. Поверь. Поверь мне. Поверь мне. Это написано в 5 главе 4 царств. И давайте еще одно место откроем. Я хотел и это прочитать, и то. Но это больше. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек, который тоже воевал. И воевал против Израиля. И он был очень мужественный, очень сильный. И очень ценный у своего господина. И смотрите, уважаемый, потому что через него дал Господь победу сирианам. И человек этот был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды отошли отрядами возле, и взяли в плен в земле израильской маленькую девочку. Она служила жене Нейману. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с нее проказу взаимоотношения». Смотрите, интересно. Этот человек мог войной взять все, что угодно. Он эту девочку взял войной, она служила ему. Он и пророка мог привезти в свой дом. Но если ты хочешь что-то получить от Бога, тебе надо налаживать отношения. И вы знаете, мудрость – это когда ты налаживаешь отношения с другими людьми, которые окружают тебя. Кто-то не умел общаться со своими родственниками, близкими. Знаете почему? Потому что на вас поставили крест и сказали, что они для общения не способны. Почему? Потому что вас просили что-то сделать, и вы не сделали. Вы не выполнили тех дел, которые должны были сделать. Вы добивались все своими методами и своими путями. Смотрите, это взаимоотношения, которые Бог налаживает между людьми. И Он желает, чтобы мы начали общаться и налаживать отношения между теми людьми, которые могут зависеть в дальнейшем от нас. Когда Иисус избирал учеников, Он избирал 12 учеников. Это не были герои веры. Это не были сильные люди. Они были особенные. И Иисус сделал их особенными. Но это произошло из-за взаимоотношений, которые Он наладил с ними. Вы знаете, самое интересное то, что происходит. Ничего не происходит, если у нас не налажено взаимоотношения, и мы не знаем друг друга. Мы не можем довериться друг другу. Вы знаете, если ты не знаешь свою девушку, с которой ты встречаешься, то лучше не женись. Если ты не уверен, и у тебя уже есть несогласие во многих вопросах, то в дальнейшем они будут еще усугубляться. Ты должен сделать взаимоотношения крепкими. Ты должен заключить этот союз. Союз, который будет на века. Вы знаете, слова, которые ты мне, я тебе, все, оно звучит, может быть, плохо, но это то, что объединяет целые страны. И как только кто-то прерывает что-то, начинается проблема, война. Когда мы неправильно понимаем друг друга, происходит война. Иисус учил о любви, и Он учит о любви. Но послушайте внимательно, любовь, это никогда мы ничего не делаем и не заключаем союзы. Мы должны заключить союз. Послушай внимательно. Если тебя человек любит, то у тебя должен еще быть союз. Определенные вещи, которые ты должен исполнять по отношению другого человека. Ты должен знать свое место, и он должен тоже выполнять со своей стороны. Те давали хлеб, мясо, а эти давали деревья для строительства. И у них был союз. И пока это продолжалось, они дружили, они гуляли вместе, у них все было хорошо. Как только заканчивается взаимоотношение, приходит выяснение отношений. И я вам хочу сказать, то, что в нашей жизни происходит, и то, что есть, люди, не налажившие отношения, они начинают выяснять их. Это Давид делал. Он все завоевал. Он, если ему что-то надо было, он брал. И вы знаете, он не мог построить храм. Он не мог построить, потому что, когда ты строишь дом Божий внутри себя, то тебе надо налаживать отношения, в тебе должен быть мир. В тебе должно быть мирное сердце. Вы знаете, мне нравится вот этот Нейман. Ему сказали, что есть какой-то врачеватель. По сути дела, это звучало так. Ему все равно, к какому Богу идти, ему все равно, кому поклоняться, ему какой лекарь все равно. И он идет и ищет этого пророка. И вы знаете, самое интересное, и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом этим, вот я посылаю к тебе Нейма на слугу моего, чтобы ты снял с него проказу. Что? Сними с него проказу, царь. Мне не интересует как. Мы налаживаем с тобой отношения, чтобы не воевать. Сними эту проказу. Сделай так, чтобы наши взаимоотношения были прочными. И вы знаете, все это из-за маленькой девочки. Какая-то маленькая девочка просто рассказала, что это возможно. Вы знаете, часто нас Бог соединяет с некоторыми людьми, и нам надо налаживать отношения с теми людьми при разных обстоятельствах, только для того, чтобы потом это послужило для кого-то. Или для них, или для нас. Вы знаете, ассирийцы, они очень воинственные были. Если что-то не по их, помогли весь город вырезать. И это не составляло им проблем. Они настолько были жестокими, они настолько были сильными, что их боялись все тогда, в тот момент. И не Еман у них был, у нас военачальник. И этого военачальника посылают к царю Израильскому. И вы знаете, что делает царь? Он испугался. У него появился страх. По какой причине? Потому что, когда у нас нету отношений с другими людьми, и мы не знаем, что у нас происходит и внутри нас, в нашей стране, то мы не можем совладать этим. Скажи, все возможно верующим. Израильский царь не был верующим. Это точно. Он был царем, но он не был верующим. Там был верующий другой. И вы знаете, самое интересное, Елисей, которому был послан. Прочитал письмо, разодрал одежды свои, это царь Израильский, и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, чтобы он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот теперь знай. И смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь Израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Вы знаете, мы имеем сокровище, бывает, и мы не знаем, что это сокровище есть внутри нас. Мы имеем отношения, но мы не можем эти отношения наладить с другими людьми. И вы знаете, самое интересное, то, что мы имеем Бога, мы имеем откровения Божьи, и мы можем этим пользоваться. Мы можем этим налаживать отношения с другими, неверующими, чтобы они стали в конечном итоге. Я прочту это потом. Верующие, знающими Бога. Но если мы осознаем это и понимаем это. Вы знаете, Елисей был человек веры, и он знал, что все возможно Богу, все возможно верующему. И знаете, что когда он приходит к нему, прибыл к нему Нейман на конях своих, на колеснице своей, остановился уход от дома Елисеев и выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся семь раз в Иордании, обновится тело твоего у тебя и будешь чист. Сильный он налаживает отношения, но каким образом? Посмотрите, он посылает своего слугу. Бывает, в нашей жизни происходят непонятные вещи. Нам надо, чтобы люди были такими же, они принимали нас на веру. Ты не можешь налаживать отношения с теми людьми, которые могут верить, не могут верить так же, как и ты. Вот поэтому я говорю, не со всеми заключай союз. Не со всеми находись в союзе. Потому что есть такие, которые говорят, что они веруют, а по сути дела нет. Поэтому он посылает свою слугу. и он говорит, слушай, омойся семь раз, а потом, наверное, поговори. Потом мы будем говорить о Боге нашем, о Боге великом. И вы знаете, самое интересное, это не понравилось Нейману, что Елисей не почел его. Ему не понравилось, что это произошло именно так. но Нейман, будучи таким великим, он смирился. Вы знаете, что требует вера? Смирение. Она не требует от нас особых усилий, потому что усилия Бог дает и силу Бог дает на это, но она требует смирения. И когда он смирился, потому что девочка ему сказала, что тебе стоит это сделать? Он семь раз входит в воду. Я хочу, чтобы вы поняли, ни один, ни два, ни три, ни четыре, ни пять. Гордый человек на третьем разе сказал, тонуй их. Вы понимаете, он заходил туда семь раз. Он заходил туда семь раз. Если ты принимаешь со мной взаимоотношения, послушай, давай заключим союз веры, ты должен веровать. Есть моменты, когда мы принимаем на веру другого человека и мы поверили. Мы поверили одному Богу, мы ходим под одним Богом и вы знаете, мы боимся одного Бога, потому что он даже спрашивает. Бывает, спрашивает. Потому что когда я заключаю союз, я хочу, чтобы ты тоже верил в такого же. вы знаете, есть очень важное отношение. Библия говорит, отношения мы должны поддерживать друг с другом. Поэтому в Деянии апостолов, если вы читаете, никто из чужих не мог пристать к ним. А кто же приставал? Верующие, такие же. Они налаживали взаимоотношения, но эти взаимоотношения на сильный иной уровень. Мы должны научиться новому уровню общения. Мы должны верить друг другу, и это должно быть на доверии. Если я сказал да, я сделаю и не делаю это, в следующий раз я не попрошу такого человека. Или у меня уже будет галочка, что этот человек, я ему не доверяю. Или он не верит тому, что нужно делать. Если бы Нейман не сделал этого. Если Нейман не зашел в воду. Если бы Соломону не дали того, что он требует, он бы попросил у кого-то другого. Но доверие было бы нарушено. Вера была нарушена. Мы часто думаем, что вера, она строится на какой-то любви аморфной, непонятной, но я вам хочу сказать, что если мы не делаем поступков, которые говорят о вере, то ничего не происходит. Если я не исполняю того, что Бог говорит в мою жизнь, ничего не может произойти. И смотрите, что происходит интересно. Нейман разгневался, пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет мою проказу. «Разве Авана и фарфар реки Дамаски не лучше всех вод Израилевых? Разве я не мог омыться в них и очиститься? Ибо родился, и оборотился, и удалился в гневе». И подошли рабы его и говорили «Отец мой, если ты, если бы что-нибудь важное сказал бы тебе пророк, то не сделал бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане семь раз по слову человека Божьего. И обновилось тело его, как только, как тело малого ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он, и все сопровождавшие его и пришли, и стали перед ними и сказали «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Смотри внимательно. Я хочу, чтобы этот союз был, но поклонение, послушайте, мы поклоняемся одному Богу у одного Израиля. Послушай внимательно, я хочу поклоняться тому же Богу, и мы должны заключать эти союзы, наши отношения должны налаживаться, но если твой Бог, если ты не веришь в этого Бога, знаете, куда он кедры носил? Для постройки дома Божьего. Послушай внимательно, он поверил в дом Божий, в строительство дома Божьего. Есть люди, которые будут строить, есть люди, которые будут устраивать дом, устраивать то, что есть вокруг тебя, но слушай, ты можешь налаживать взаимоотношения на веру, и вера накладывает взаимоотношения, ты можешь строить эти взаимоотношения, и если люди верят тебе, и ты веришь им, но вера должна быть обоюдная, отношения с Богом. Хорошо, я чуть-чуть запутал вас, но я сейчас выведу. Смотрите. И сказал, жив Господь, пред лицом которого я стою. И возвратился к человеку, и стал перед ним, и сказал, вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только в Израиле. Итак, прими дар от раба твоего. Смотрите, он хотел подарок дать, выплатить ему за взаимоотношения. Он не принимает. Знаете почему? Потому что он хочет, чтобы эти взаимоотношения были другого плана, другого рода. Вы знаете, часто подарок и благословение, оно приводит нас в взаимоотношения на одно мгновение. На один час, на два, на три, на время. Не на определенное время. Я тебе ничего не должен уже. Но здесь происходит необычное. Здесь происходит то, что строится уже на века, и он хочет, чтобы это было построено на века. Он хочет, чтобы это не иман. Он веровал в того Бога. И это происходило, как чудное общение. Вы знаете, я хочу, чтобы наш дом, наша церковь, наше служение, все, что у нас есть, оно строилось, как взаимоотношения на века. Когда мы это строим в своей жизни, что-то должно происходить в нас, через нас, мы не должны получать сразу. Мы строим на века. Если я прошу сразу и требую сразу, это взаимоотношение может разрушиться. Я хочу, чтобы вы поняли, не всегда мы получаем то видимое сразу. Я хочу, чтобы вы увидели. Иисус не увидел в учениках сразу перемен. Церковь выстроилась мгновенно. Да до сих пор церковь строится. Но он увидел ее в конце. Послушай внимательно. Это то, что происходит. Если ты видишь то строение, ты должен налаживать взаимоотношения уже сейчас. Ты должен строить взаимоотношения. Если ты строишь свою семью, послушай внимательно. Надо в первую очередь начать изменяться с себя. Взаимоотношения начинаются с себя. И вы знаете, самый интерес, если он не принимает подарка, потому что он не хочет, чтобы... Пускай он останется мне должным. Пускай он будет должен Богу всю жизнь. Есть такое хорошее ощущение, должен Богу. Я как-то сказал в своей жизни, я почувствовал один раз, когда Бог благословлять начал нас, и я почувствовал, что я Богу должен. Как вот этот Нейман. когда он... Как я тебе все отдам? Я понял, что Бог не требует от меня отдавать, но вот это ощущение у меня до сих пор осталось. Я Ему должен. Я должен Богу. Есть отношение, что Он не делает нас должниками. Послушайте, Бог никого не сделал должником. Но когда ты строишь взаимоотношения, то ты чувствуешь, что ты не можешь поступать уже по-другому. Если бы я, принявший от него подарок, и сразу мог отдать, неужели бы я остался должником? Нет. Но есть ли та цена, которую я могу заплатить, что Он сделал для меня? Нет. Послушайте, эти взаимоотношения связаны с Богом, и мы должны научиться налаживать такие взаимоотношения на века. Вы знаете, есть дружба, которая остается на всю жизнь. Есть та любовь, которая остается на всю жизнь. И я не говорю о любви такой призрачной, что, ой, полюбил, увидел, все, захотелось и... Это не любовь. Это похоть. А любовь, которая заключает союз. Которая вечная. Которая построена на определенных обязательствах, правилах. Я вам хочу сказать, что весь закон построен на этом. И я думаю, что вы меня понимаете, если, вы знаете, некоторые не понимают, о, я должен выполнять это на репцентре, сделать вот это, вот это, сделать порядок вокруг себя. Послушай внимательно. Бог налаживает отношения с тобой через это. И если устройства нету в этих отношениях, если не устроены эти отношения, нету устройства в твоем доме, он не строит, дом не строится. Вы знаете, что мы камни Божьи? Мы устрояем из себя дом духовный. Если мы не смиримся, и не будет этого смирения, послушания Богу, то ничего не произойдет. И вы знаете, там есть недостаток один. Гиезия был такой. Он подарок взобрал. А проказа Неймана перешла на него. Хотя мог получить дар Елисея, как Елисей получил дар Ильи. Вы знаете, когда Бог налаживает отношения и строит отношения между нами, Он хочет что-то тебе дать. Пророк может дать тебе дар. Пророка, да. Человек веры может дать тебе веру. Вы знаете, помазание, оно перетекает. Как только мы начинаем доверительные отношения с друг другом, послушайте внимательно, жена получает благословения от хорошего мужа. Мы получаем друг от друга те благословения, мы перетекаем друг к другу, и мы имеем то благословение, которое Бог определил для нас. И эти взаимоотношения должны накладываться, они должны быть в нас. Я вам хочу сказать, это строительство, это то связующее, что не хватает кирпичикам, которые ложатся друг на друга. Мы зависим друг от друга. Если ты думаешь, что ты не зависишь от меня, и я не завишу от тебя, у нас проблема. Понимаете меня? Кто из вас понимает? Дом не будет строиться, хлеба не будет, мясо тоже. Понимаете? Если не строятся кедры, еды не будет, и не будет хлеба. Дальше, взаимоотношения. Смотрите, Геезия, он забирает тот подарок временный, он сразу же получает тот дар, который есть у пророка для него. Послушайте, это не значит Нейман, что не поклонялся. Он пошел и поклонялся Богу Всевышнему. Он поклонялся Иегове. Он поклонялся Иисусу Христу. Он поклонялся тому, который всегда был. И вы знаете, но Геезия получил уже тот подарок. Вы знаете, когда ты приходишь в церковь, и ты хочешь получить все, и сразу, как правило, тебе подсовываются... Кто сказал? Не я. Но оно подсовывается тебе. Оно приходит к тебе, как один брат сказал, вместо того, чтобы получить... Красавицу жену получает... Да? Корову? Лию. Лия в переводе корова означает, да? Интересно. Вместо того, чтобы получить то, до что ты работал, заслужил даже, тебя обманывают, потому что придется работать еще. Взаимоотношение должно быть правильным. Смотри, давайте прочтем. Геезия, он получает этот дар. Возьми и получил эти одежды там и так далее. Но когда он приходит к Елисею, откуда Геезия? Я сказал, никуда не ходил раб твой. Все в порядке. Я тут отношения международные налаживал. И сказал ему, «Разве сердце мое не сопутствовало к тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды? Или масленичные деревья? Или виноградники? Или мелкий, или крупный рогатый скот? И рабов, и рабынь? Пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и к потомству твоему навеку». Представляете? Не только Геезия страдала. Временное мое удовлетворение может повлить за собой массу проблем, причин. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, когда строится, бывает что-то, оно строится на отношении доверия, веры. И мы должны ждать и ожидать, пока это доверие принесет удовлетворение нам. Если ты не ожидаешь этого, потому что ты почувствовал в своей жизни, что Бог благ к тебе, что Он милует, ты получил исцеление, благословение, перестань делать те вещи, которые требуют мгновенного получения тех благословений. Я хочу жениться, все. Сейчас, никогда. Я слышал таких. Я хочу замуж. Или они, как правило, попадают в капканы этих отношений. плохих, неправильно. Потому что в защите Господа и будете живы. Смотрите, я не говорю о том, что мы не должны переживать определенные вещи. Мы переживаем по своему состоянию. Давайте откроем евреям. 11 глава. Я прочту одно место. И мы будем сейчас молиться. Бог заключает союз с Авраамом. Я хочу, чтобы вы услышали, что у него будет много, вообще много-много потомков. Очень много. Вы помните, кто у него родился? Один? Ну, у него... Да, Измаил родился, но Измаил не для этого родился, Саша. Измаил из-за того, что он поторопился. И поторопился совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Ну, чуть-чуть. Мог еще подождать. Правда? Он и так долго ждал. И вы знаете, Исаак, который родился у него, единственный сын, из которого произошел великий народ. Тот благословенный народ, это было отношение, которое Бог налаживал, отношение веры, взаимоотношения. И Библия говорит, поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Есть вещи, которые вменяются во мне, как в праведность, в благословение. Вы знаете, о Лоте было написано, что он тоже праведник, но он искал благословение и сразу. И он лучшее место выбрал для себя. Авраам предложил ему выбор. Содом и Гоморра ему показались лучше. Но там развратный народ жил. И вы знаете, самое интересное, он пошел ради этих благословений. Мы часто идем не на правильные вещи, и у нас нету принципов. И я хочу, чтобы вы поняли, Иосиф тоже был человеком принципов. Его никто не учил этому. Ему никто не успел рассказать об этом. Его продали рабство. Он мог обидеться на всех, быть недовольным всеми, потому что некоторые сидят сейчас и находятся в таком состоянии недоумения. Все виноваты вокруг, потому что я грешу, потому что я согрешаю, потому что в моей жизни плохо. Слушай, налаживай новые взаимоотношения. Живи верой. Не греши. И вы знаете, самое интересное, когда жена Патифара его хотела схватить, он убежал, потому что у него были принципы. Есть вещи, которые я не приступаю, и мы не должны приступать. Почему? Потому что это не угодно Богу. Это не желает Бог. Библия говорит, бегайте от этого. И поэтому взаимоотношения, которые мы налаживаем с Богом, по определенным принципам, и он говорит, бегайте, блуда. Делайте определенные вещи. И я вам хочу сказать, строится дом Божий, и он хочет, чтобы мы строили правильно. И взаимоотношения налаживает он с нами, а мы с друг с другом. Но это должно быть по определенным принципам Слово Божьего. Иосиф, он был принципиальный во всем. Поэтому его поставили головой всего Египта. Потому что он так просто не давал зерно, которое доставалось ему дешевле. Правда? У него были принципы. Послушайте внимательно. Есть принципиальные люди, которые могут управлять многими вещами. Я говорю об этих людях, которые у нас есть. В церкви взаимоотношения, которые должно быть, мы должны научиться налаживать взаимоотношения с другими людьми. Есть люди, которые идут на компромисс с такими, знаете, легко по жизни, с ними легко кутить, дружить, делать что-то. Но больше ничего. Они никогда не достигнут никакого результата. Вы понимаете меня? Но есть люди принципиальные. Они достигают результатов. И я хочу, чтобы вы налаживали с такими людьми отношения. Налаживая с такими людьми, вы будете достигать, достигать большего. И смотрите, верой Авраам повиновался прийти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верой обитал он в земле, той, как на чужой. И жил в Шатрак с Исааком и Аковом. Со наследниками тоже обетование. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которое художник и строитель Бог. И вы знаете, часто то, что вы делаете, даже даже мы не получаем этого, даже мы не можем вкушать этого, но предвкушение уже получает удовольствие. И мы можем получить удовольствие от того, что я вдыхаю. вы знаете, я хочу, чтобы наши отношения строились правильно. Мы должны строить правильные отношения. Ты мне, я тебе. Это тоже неплохо. О, послушайте, Господь нас полюбил, но Он же и что-то хочет. Не, Ему ничего не надо. Он ничего не требует. Это превратное понимание. Это неправильное понимание. Это мудрость, когда ты осознаешь, что взаимоотношения налаживать с Богом, это на века, оно постоянно. Ты строишь Дом Божий, постоянное вместилище Бога, где Бог обитать будет. Вы знаете, я хочу, чтобы Бог обитал не наплывами, не теми ситуациями, не по ситуации, а постоянно внутри нас. Это относится к тому, когда мы имеем взаимоотношения правильные друг с другом. И я вам хочу сказать, если это взаимоотношение строится на правильном основании Слова Божьего, то Бог устроит все остальное. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Мы должны так строить. Я не эгоист. Я больше даю. Но я также хочу получать. И вы же тоже. Вы же правда тоже даете. И вы хотите тоже. Есть те, которые хотят только получать. И вы знаете, что я? Мудрость их. А так иди на свой хлеб. Взрослый уже. Правда? И мы делаем определенные вещи. Пока они дети, мы их учим. Пока дети, мы их кормим. Но как только он повзрослел, все. У нас договор. мы заключаем с ним союз. Как Бог заключает с нами союз, так и мы заключаем союз. Договор. Аминь? О! Странно, но это нужно. Мы должны делать определенные вещи, которые приведут нас к строительству Дома Божьего. Устройству Дома Божьего. Потому что вы видели когда-нибудь один делает все, другой делает ничего. Это в доме, да? Дома. Так, если ты ничего не делаешь, к холодильнику не подходишь. Понимаете, да? Если у тебя, то есть отношения, тогда отношения строятся правильно. А это не закон, это любовь. Мы хотим научить некоторых. Порядок должен быть. Но послушайте, когда они молодые, когда они юные, ну мы ребенку так не скажем. Правда? Как только повзрослел, вырос, возмужал, стал говорить, я знаю. Хорошо. Все в порядке. Если знаешь, иди. Как Иосиф, вы мне поклонитесь. Сразу в яму попал. Правда? я знаю. Взросление происходит в процессе. Я вам хочу сказать, некоторым надо повзрослеть. Потому что эгоизм, он требует, говорит, мне дай, я хочу. Это я. а взрослый человек, он налаживает отношения. Он заключает союзы. Это мудрость. Это простая мудрость. Давайте встанем. Вы знаете, есть люди, которые строители, и они приходят на работу, им прораб типа говорит, сделай вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И они начинают делать, делают все. Но они не подписывают никаких документов, ничего. И когда они сделают, они говорят, так, до свидания. Ты нам не нужен. Как вы думаете, будут доверять такому человеку? Там же отношения на вере строятся. На доверии, правда? Послушайте, когда вас подводил Бог, когда вас подводил брат или сестра, бывало, правда? Давайте делать так, чтобы не подводить друг друга. Если мы говорим да, то мы да и делаем. Да будет слово да, да, нет, нет, а все остальное? Лукавство это говорит, мы заключили союз, я брат, а ты мне брат, ты мне сестра, все, конец, мы в союзе. Мы в церкви. И если мы делаем что-то, то делаем все вместе. Если ничего не делаем, то все вместе. Отдыхаем все вместе. Понимаете меня? Кто из вас это понял? Трудящийся достроен пропитание. И мы должны научиться это. Аминь. хорошо, мы сейчас будем молиться, чтобы церковь росла и строилась. И наши взаимоотношения, и мы должны себя, как тот камушек, внедрить в церковь, поставить в церковь. Но это, вы знаете, найти себя в служении. Почему? Не просто быть прихожанином и ухожанином. Не просто быть в церкви, пребывающей. А что? Налаживать отношения. Поэтому в евреях написано не забывайте общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу. Общительность это ты мне, я тебе. Понимаете? Это не просто общение, разговор одного человека. Я как-то разговаривал с одной сестрой. Она готова тебя слушать. Все, что... но когда с ней разговариваешь и она закрыта. Ты не сможешь открыть. И вы знаете, с таким человеком неуютно чувствуешь себя. Ты чувствуешь, как будто ты строишь не с ней. Вот это должно быть обоюдно. Аминь? Если мы общаемся, то у нас все общее. Понимаешь меня? Взаимоотношения общее. Аллилуйя. Хорошо. Мы сейчас будем молиться. И сделай себя способным воспринимать это. Потому что ты строишь дом Божий. С этого момента ты в церкви Божьей. И для этого нужно что сделать? Первое дело кому-то покаяться. Если ты желаешь покаяться, будем молиться вместе с тобой. Принятие Иисуса Христа в свое сердце. Ты каялся уже? Да? Когда? Раньше? Ты принял Иисуса Христа в свое сердце. Все в порядке. Тебе не надо. Ты уверен, что не надо. Или ты желаешь? Не стесняйся. Видишь? Да? Повторяй со мной вместе в молитву. Это надо при всех повторить. Не бойся. Скажи Господь Иисус, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа Отец прими меня. Я верю, что Ты умер за меня, Иисус. На кресте я прошу Тебя прости меня. Я осознаю, что я грешник и я нуждаюсь в Тебе. Я благодарю Тебя за Твою свободу. И я прошу Тебя научи меня жить в новой жизни и измени меня. Во имя Иисуса Христа Отец, я благодарю Тебя за воскресение и вечную жизнь. Аминь. Виталик, я хочу за Тебя помолиться. Хорошо? Господь, во имя Иисуса Христа, я молю Тебя, пускай полная свобода придет. Во имя Иисуса Христа. Иисуса Христа, и исцф Христа Иисус Христа. Спасибо.